Ну что ж, прошла встреча, не случилось, собственно говоря, никаких неожиданностей, естественно, ни Путину, ни Трампу нечего было обсуждать, я говорил это в предыдущем ролике, и как я успел заметить, единственной такой темой, которую можно было по крайней мере услышать в этих разговорах, касалось безопасности Израиля, именно то, что я сказал двумя днями раньше. Уже все прокомментировали, я хотел бы просто тезисно сделать акценты на некоторых моментах, которые, возможно, вы заметили, а, возможно, нет. Прежде всего, нужно сказать, что по всем очкам в этой встрече победил Владимир Путин, он был гораздо более убедительнее, он был увереннее в себе, он ввел эту встречу, Дональд Трамп лишь стоял, поддакивал, кивал головой, скажем так, поддерживал беседу, то есть он занял абсолютно пассивную позицию, которую не только не ожидали от Дональда Трампа, которую вообще не привыкли видеть от американских президентов. Итак, впервые за много лет американский президент критиковал Америку и свои собственные разведывательные службы перед своим прямым противником. Это отметили все и в конце этого ролика будут высказывания представителей республиканских партий, то есть партии Дональда Трампа, которые категорично это не приемлют. Путин отвечал за Трампа. На вопрос о Крыме он отвечает, какая позиция у Трампа и объясняет, почему у него такая позиция. Президент Трампа говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций. Для нас, для Российской Федерации этот вопрос закрыт. Все. Первое. Просто представьте себе на секунду. На встрече Рональда Рейгана и Михаила Горбачева вдруг Михаил Богорбачев стал объяснять, какая позиция у Рональда Рейгана, например, по вопросу об Афганистане и почему у него такая позиция. Совершенно невероятная ситуация для американского президента. За время всего выступления обоих лидеров Трамп не произнес ни одного, не то что плохого, но и даже критического слова в сторону России, что возмутило всех американцев. Он отзывался о России так, как будто бы Россия – союзник Соединенных Штатов. Но это абсолютно не так, это противники, тем более Соединенные Штаты никак не согласны стоять на той же позиции, где находится российское профашистское государство. Неужели действительно в наше время мы имеем такую Россию, которую не за что критиковать? Ни единого слова не было сказано Трампом о украинском вопросе. В то же время Путин постоянно говорил, но говорил о своей позиции и как бы от Дональда Трампа. Другими словами, он дал понять всем остальным, что именно он решает этот вопрос, что за ним останется последнее слово, что Дони в эти вопросы не вмешивается. И Дональд Трамп стоял насотряшенным лицом, ни разу даже не упомянув Украину, что, конечно, возмутительно само по себе, так как очень многие, в том числе и за пределами России и Украины, ждали упоминания решения этого вопроса, либо направления движения этих двух стран в отношении Украины. За время проведения этой пресс-конференции Трамп беспрерывно благодарил Россию. Вышел даже твит одного из республиканских сенаторов, где он посчитал, что в течение беседы Трамп шесть раз поблагодарил Россию. Сторонник Трампа, господин Гингридж, я буду произносить фамилии так, как их произносят на немецком языке, написал в Твиттере следующее короткое сообщение. Это была самая большая ошибка президента, которая должна быть немедленно исправлена. Пауль Рейн, республиканский председатель Палаты представителей США, речь идет не только о том, что Россия вмешивалась в наши выборы и продолжает пытаться подорвать демократию в нашей стране, но и в том, что Россия вовсе не наш союзник. То, чего, видимо, господин Трамп не понимает. И поэтому, я, однако, уверен в компетенции наших разведслужб. И президент Путин, однако, тоже категорично отрицал вмешательство России в выборы. И он предложил нам потрясающую вещь. Он предложил, чтобы те, кто расследует это дело, объединили усилия с российскими службами и совместно проводили это расследование. Я думаю, что это потрясающее предложение. Республиканец Трей Гоуди, член Палаты представителей США, выразил уверенность, что даже такие люди, как госсекретарь Мак Помпея, мог бы объяснить Трампу о том, что его успех на выборах в 2016 году ничего не стоит, если вдруг выяснится, что Россия на самом деле вмешивалась в эти выборы. Это реплика на то, что в течение всей пресс-конференции Дональд несколько раз повторял о том, что мы выиграли, мы победили Клинтон, мы молодцы. Его предвыборная кампания давным-давно закончилась, но он по-прежнему ведет себя так, как будто бы выборы еще продолжаются. Республиканка от Вайоминга Лиз Чейни глубоко обеспокоена внешней политикой Трампа. Она сказала, что это невероятно, когда президент Соединенных Штатов критикует работу собственных разведывательных служб. Это трудно себе представить, но он поставил Соединенные Штаты и Россию на одну планку, что невозможно себе представить. Это является серьезной угрозой нашей национальной безопасности. Она сказала демократично, но вот в американских газетах написали напрямую, это не что иное, как предательство Дональда Трампа. Я, например, тоже имею свои вопросы. Почему ФБР не пустили в офис Демократического национального комитета? Я задавался этим вопросом на Твиттере и на других социальных сетях. Где сервер? Где сервер? Я хотел бы знать. И какая информация содержится на этом сервере? Дэн Кот обратился ко мне, и другие ко мне обращались и говорили, что думают, что это Россия. Президент Путин только что сказал, что это не Россия была, а я сказал бы следующее. Я не вижу никаких причин, почему должна была быть Раша, но я хотел бы на этот сервер посмотреть. Но я не думаю, что мы можем двигаться вперед, не узнав, что произошло с сервером, что произошло с сервером пакистанского господина, который работал в Комитете национальной демократической партии, и что произошло с имейлами Хиллари Клинтон. 33 тысячи имейлов просто испарились, и в России, наверное, не так легко было бы скрыть эти имейлы. Это позор, что мы не можем заполучить 33 тысячи имейлов Хиллари Клинтона. Не менее жестко выступил республиканец, конгрессмен Уилл Херт, объявивший в Твиттере, «Я видел много людей в моей профессиональной карьере, которые были манипулированы российскими секретными службами, но я никогда не думал, что президент Соединенных Штатов будет именно тот, который будет опущен прилюдно опытными агентами-кгбистами». Республиканец Боб Коркер, председатель Комитета по иностранным делам, комментируя выступление Путина во время саммита вместе с Дональдом Трампом, сказал одну интересную фразу. «Мы буквально наблюдали, как он прилюдно ел икру». Это выражение переводится таким образом, что Путин был в выигрышном положении, что он пировал и наслаждался своим триумфом над американским президентом. «Это первое. Второе. Я считаю Россию демократическим государством. Надеюсь, вы не отказываете в этом и своей стране, Соединенным Штатам Америки. Соединенные Штаты – демократическое государство. А если это так, то окончательный вывод в споре подобного рода может вынести только суд, а не оперативные службы». Вот компания, о которой я упоминал, «Конкорд» и одного из наших рестораторов, он ресторанным бизнесом занимается, обвиняют в вмешательстве. Но они не представляют российское государство. Даже если так, могу себе представить. Ну и что? Я уже приводил примеры. У вас есть много людей, в том числе с большим миллиардным состоянием. Господин Сорос, например. Тот везде вмешивается. Но это что? Это разве позиция американского государства? Нет. Это позиция частного лица. Вот так и здесь. Вот есть разбирательство в американском суде. Конечная инстанция всегда только суд. Пусть разбираются, посмотрим. Это касается частных только лиц. Уже не государство. А последнее обвинение в отношении якобы сотрудников наших спецслужб. Пожалуйста, я же на это ответил. Есть межправсоглашение. Присылайте, пожалуйста, официальный запрос. Пусть комиссия Миллера пришлет нам запрос. Мы проведем соответствующую работу, ответим. Можно и расширить это сотрудничество, я уже сказал. Но тогда только на взаимной основе. Мы тогда тоже будем ждать от американской стороны доступа тем лицам, которые мы считаем сотрудниками спецслужб. Республиканец Джон МакКейн, председатель комитета защиты Сената, произнес следующее. Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одной из самых позорных выступлений американского президента за все мыслимое время. Невероятно, но даже канал Fox News, то есть эпичный протрамповский канал, всегда поддерживающий Дональда Трампа, ведущий этого канала Триш Риган, сказал, это было явно не лучшее выступление Дональда Трампа, он должен был защищать нас, он должен был защищать нашу страну, он должен был защищать наши собственные спецслужбы. Собственно говоря, не надо больше ничего комментировать. Как вы видите, члены партии самого Дональда Трампа, американцы, даже если они против демократической партии, все равно все они видят, что поведение Дональда Трампа неадекватное, что это позорное поведение американского президента, что Владимир Путин легко разделался с Дональдом Трампом, как с младенцем, что он полностью контролирует Дональда Трампа и в присутствии Владимира Путина тот не способен произнести ни одного члена раздельного звука. Давно уже у Владимира Путина не было такого трюква, и, естественно, средства массовой информации в России захлебываются от восхищения. Например, министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что это были шикарные переговоры. Вы слышали когда-нибудь, чтобы этот прихвостень, вот так вот, не скрывая своей радости, говорил о переговорах между Россией, извините, Россией и Соединенными Штатами? Мне всегда казалось, что мы можем смотреть с надеждой в сторону Соединенных Штатов. Мне всегда казалось, что это мощная демократическая страна, и, по крайней мере, она не позволит распространению зла в любом случае не со стороны России. И я помню, как Барак Обама аккуратно, дипломатично сдерживал этого фрика Владимира Путина. И, кстати, Владимир Путин опоздал на встречу с Дональдом Трампом на целых 40 минут. А когда-то Барака Обаму спросили, как вы относитесь к тому, что Владимир Путин все время опаздывает? На что Барак Обама сказал? Он знает, на чьи встречи можно опаздывать. На встречу со мной он никогда не опаздывает. Вы можете очень долго критиковать политику Обамы, но это было действительно так. Обаму Путин боялся, потому что Обама был независимый американский президент. Настоящий, сильный, открытый, демократичный. А сейчас в президентах Соединенных Штатов числятся никчемный, слабый, старый, зависимый, глуповатый, к тому же карманный президент Владимира Путина.